Добрый день, коллеги! Меня зовут Сергей Урескул, и сегодня мы с вами поговорим о том, сколько же стоит создание акционерного общества. Да, не просто о том, а сколько же стоит создать акционерную компанию, а еще о том, сколько вам ежегодно будет обходиться содержание акционерной компании. И разберемся с вами в этом настолько, что вы сможете принять для себя одно из важнейших решений в жизни, как вам создать акционерное общество и как при помощи акционерной компании привлекать инвестиции в действующий бизнес. Готовы? Поехали! Сергей Урескул, эксперт по корпоративному управлению и защите бизнеса. Модератор Сколкова. Спикер АМО СРМ. Руководитель консалтинговой компании из ТОП-3 по версии право.ру 300. Президент Национальной ассоциации корпоративных юристов. Итак, что же такое акционерное общество и сколько стоит его создание? Смотрите, акционерное общество это одна из разновидностей ведения бизнеса в Российской Федерации. Такая же, как и общество с ограниченной ответственностью, пожалуй, с несколькими ключевыми отличиями. Одно из таких отличий это то, что в обществе с ограниченной ответственностью есть доли, а в акционерной компании есть акции. И вот акции необходимо дополнительно зарегистрировать, а в обществе с ограниченной ответственностью у вас просто идет регистрация ОООшки и эту функцию осуществляет ФНС или нотариус. Вы идете к нему, нотариус подает, либо вы подаете документы ФНС. Происходит либо удаленная через нотариуса, либо через подачу ФНС регистрация. А в акционерном обществе интересная штуковина происходит. Прежде чем зарегистрировать саму акционерную компанию, нужно сначала найти подрядчика, который осуществит тебе регистрацию акций этой акционерной компании. Регистрацию акций сейчас в России можно сделать двумя способами. Первый способ эту задачу может решить Центральный банк Российской Федерации. В этом случае вы подадите пакет документов на регистрацию выпуска ценных бумаг. А во втором случае вам это может сделать регистратор. Это такая специальная компания, уполномоченная Центральным банком на ведение реестра. Эта же компания, которая вам регистрирует выпуск акций, она в последующем сможет вам оказывать услуги по ведению реестра ваших участников. То есть учитывать, кому и сколько акций принадлежит. Но в начале видео мы с вами обещали разобраться, сколько же это стоит. Смотрите, если вы немножечко погуглите, то найдете информацию, что зарегистрировать акционерную компанию можно по стоимости от 10 тысяч рублей. Есть такие объявления в интернете, я их видел. Даже видел очень хитрые акции. Регистрация АО бесплатная или регистрация АО за 1 рубль. На поверку все такие объявления оказывались полными фейками. Когда дозваниваешься, потом оказывается, ну нет, это у нас 10 тысяч рублей акция. Регистрация за рубль это тоже акция и она закончилась. Это не та акция, которую нужно регистрировать. Это простая была рекламная акция. Так вот, нормальная, полноценная, более-менее адекватная регистрация акционерной компании, состоящая из двух направлений. Первое направление это подготовка пакета документов для регистрации выпуска акций первичного и подготовка пакета документов для регистрации самого юридического лица. Это вот два набора документов. Один из них регистрируется ФНС, как я сказал, а второй регистрируется в ЦБ или регистратором. Вот вся эта составляющая обходится вам довольно недорого. Это, в принципе, на рынке стоит порядка плюс-минус 30 тысяч рублей обычная рыночная цена. Но для того, чтобы создать полноценное качественное акционерное общество, что я имею ввиду? С инвестиционной стратегией на несколько лет вперед разобраться в том, какие акции вы сейчас должны заложить, как сформировать уставный капитал, каким способом его оплатить, в каком объеме. Вот часто тем, кто хочет учредить эти компании, требуются дополнительные консультации. И вот все компании, которые оказывают услуги по регистрации акционерных обществ, чаще всего берут дополнительные деньги за подготовку такого подобного регистрационного пакета документов для регистрации выпуска акций. И цены могут отличаться не просто в разы, они могут отличаться в десятки раз. И это не мудрено, потому что иногда клиент может прийти с очень нетривиальной задачей. Он может предложить внести, условно говоря, на сотни или десятки миллионов рублей имущество в компанию, ему необходим будет отчет об оценке этого имущества, ему нужно будет подобрать специальное соотношение прав, специальное соотношение ценных бумаг в компании, зарегистрировать скорее всего несколько выпусков и выпуск обыкновенных и выпуск привилегированных акций, разработать специальную структуру управляющих документов, скорее всего сделать акционерное соглашение или соглашение об учреждении компании, то есть набор задач увеличивается. И в этом случае, конечно же, цена прогрессивно вырастает. Но базово, что вы должны понять, что в принципе зарегистрировать акционерное общество и зарегистрировать выпуск ценных бумаг этого акционерного общества вполне себе вам по силам за стоимость 30 тысяч рублей у любого подрядчика, которого вы найдете в интернете. При этом, если вам не так важны нюансы, на которые вам могут подсказать, что нужно обратить внимание. Сколько же обойдется сопровождение вашей акционерной компании после того, как вы его создали? У вас будет на самом деле две категории затрат при сопровождении компании акционерной. Одна категория затрат это регулярные или рекуррентные платежи за ведение реестра. И здесь тоже тарифы регистраторов могут отличаться. Тарифы регистраторов минимальные, которые мне известны, одна тысяча рублей в месяц. Максимальные, которые мне известны, 50 тысяч рублей в месяц. Это для более крупных компаний. Как вы видите, тариф здесь тоже может отличаться в 50 раз. И вроде бы кажется, что все очень просто. Кажется, что, конечно, надо брать самый дешевый тариф там за тысячу рублей в месяц. Но не тут-то было. Тариф регистраторов нужно выбирать внимательно, потому что там, где вы покупаете тариф за тысячу рублей, у вас скорее всего не будет входить дополнительные услуги, проведение собрания и прочие услуги, которые оказывает регистратор. То есть я намекаю на то, что выбор регистратора и тарифа у регистратора это такая очень гибкая задача. Потому что у регистраторов у всех очень разные тарифы, очень разные наборы услуг. И здесь бы вам стоит посоветоваться с кем-нибудь, кто уже создавал акционерное общество или тот, кто уже пользуется услугами какого-то регистратора. Потому что для себя вы должны принять решение, какой именно набор услуг вам необходимо взять. Потому что в зависимости от тарифа меняются цены на другие услуги. Это зависит от вашей инвестиционной стратегии. Например, сколько инвестиций, в каком объеме вы планируете привлекать в будущем. Но, тем не менее, средний тариф на ведение услуг регистратора составляет услуги регистратора, это услуги по ведению реестра, то есть по учету тому, сколько акций, какому акционеру принадлежит. За это вы платите ежемесячно абонентскую плату за ведение реестра. В среднем она составляет порядка 2000 рублей в месяц. Это абсолютно среднерыночная цена по состоянию на 2023, я думаю, что на 2024 год эта цена сохранится. Какие еще платежи у вас возникнут? Раз в год в обязательном порядке каждая акционерная компания обязана проводить собрание акционеров и в этом случае регистратор получает дополнительный доход. Он берет деньги за удостоверение списка к собранию акционеров. Это дополнительные затраты. Удостоверение, предоставление вам списка к собранию акционеров и в том числе проведение общего собрания акционеров, это дополнительные услуги регистратора. Сколько они стоят? В среднем порядка 15-25 тысяч рублей единовременно за одно общее собрание акционеров. Список и проведение удостоверения функции счетной комиссии на собрании в этом случае вы заплатите еще порядка 15-25 тысяч рублей. Маленький лайфхак, скажу по секрету, если вы обратитесь к нотариусу и найдете нотариуса, который разбирается в акционерном праве неплохо, он готов будет оказать вам функции счетной комиссии на собрании акционеров дешевле, чем это делают некоторые регистраторы. Поэтому вы можете поторговаться либо с регистратором, либо найти нотариуса, который сделает это дешевле. Таким образом, ваша акционерная компания будет ежемесячно платить небольшую плату, порядка 2000 рублей в месяц. Ваше акционерное общество будет платить порядка 15-25 тысяч рублей за факт проведения общего собрания акционеров. И дальше появляется некий уровень неопределенности, потому что акционерную компанию необходимо дополнительно сопровождать. Например, раскрывать информацию в Федресурсе, при поступлении запросов в ЦБ отвечать на запросы в ЦБ, ЦБ может проводить проверку акционерных обществ. Если у вас регулярно возникает необходимость одобрения сделок, то необходимо проводить советы директоров. То есть, дальше появляется некая степень неопределенности, что какая компания в зависимости от деятельности, какой набор услуг ей требуется. Но всем компаниям необходимо сопровождение корпоративного управления. Это собрание акционеров, советы директоров, раскрытие информации, все, что с этим связано, включая раскрытие информации на Федресурсе. И вот, чтобы не путать вас в том, сколько это стоит, в принципе, мы обычно, например, в нашей компании, мы для наших клиентов берем, в зависимости от объема услуг, мы разговариваем с компанией, понимаем, какой объем услуг нужен и понимаем, что сопровождение компании, вот минимальный тариф у нас обходится 10 тысяч рублей в месяц, там максимальный тариф у нас обходится 50 тысяч рублей в месяц, но это когда компания уже в формате ПАО, публичного акционерного общества. Это когда стадия, когда компания уже практически готова выходить на IPO или она осуществила глубокий шаг, получила публичный статус и готовится к выходу на IPO. Это всего лишь составляет 50 тысяч рублей. Любая крупная корпорация, которая хочет привлечь инвестиции на фондовом рынке, она в состоянии позволить себе оплатить тариф 50 тысяч рублей в месяц, потому что там ПАО, там огромное количество раскрываемой информации, квартальные отчеты, введение списков аффилированных лиц и так далее и тому подобное. Поэтому стоимость сопровождения такой компании довольно существенна. А сопровождением маленького акционерного общества обходится, как я вам уже сказал, там порядка от 10 до 20 тысяч рублей в месяц в части корпоративного управления. Собрание акционеров, советы директоров, раскрытие информации, годовые отчеты, учет аффилированных лиц, учет бенефициарных владельцев. Не хочу вас сильно грузить этой информацией. Это абсолютно не страшно, но для любого предпринимателя достаточно понимать, что это просто обходится 10-20 тысяч рублей в месяц. Таким образом, коллеги, если подытожить, то создание акционерной компании обходится вам в несколько десятков тысяч рублей, есть некая абонентская плата порядка 2 тысяч рублей в месяц, есть разовый платеж регистратору или нотариусу за удостоверение общего собрания акционеров порядка 15-25 тысяч рублей и тем самым плюс есть расходы на ежемесячное сопровождение вашей акционерной компании от 10 до 20 тысяч рублей. Таким образом, если грубо посчитать, то в первый год обслуживания создания вашей компании обойдется порядка 200 тысяч рублей и эта величина не будет существенно возрастать из года в год. Таким образом, содержание акционерной компании, как ни трудно посчитать, давайте так, 15 тысяч рублей в месяц в среднем, умноженное на 12, получается 120-150 тысяч рублей плюс единоразовое удостоверение решения, плюс 25, это получается 175 и плюс 2 тысяч рублей в месяц регулярные рекуррентные платежи. Итого в среднем 200 тысяч рублей в месяц. На мой взгляд, это не очень крупная сумма для того, чтобы получить ряд больших преимуществ, которые имеет акционерная компания, в том числе привлечение инвестиций на платформе, в том числе онлайн сделки, в том числе переход к публичной компании, публичное размещение акций, выход на IPO, это все те преимущества, включая преимущества в виде повышенного внимания иностранных инвесторов, в этом случае все это вы получаете по сути всего-то за 200 тысяч рублей в год. Коллеги, если вам было интересно создать акционерное общество, если у вас возникают вопросы по созданию акционерных компаний, вы хотели бы разработать инвестиционную стратегию, вы думаете о будущем и хотели бы выпустить, например, акции цифрового акционерного общества, или вы задумались о том, как сделать IPO, или вы просто хотите отмасштабировать ваш бизнес за счет привлечения инвестора, то я предлагаю вам оставлять заявки в ссылках по данным видео и пользоваться нашими бесплатными консультациями. На связи был Сергей Урескул и помните, партнерство важнее конкуренции.